Здравствуйте! Вы смотрите новости в студии. Ирина Звягинцева, коротко о главных темах Упска. Новые меры поддержки для бойцов спецопераций и их семей. На заседании Комитета по экономическому развитию рассмотрели новый законопроект о единовременной выплате. Кто может ее получить и как распорядиться, расскажем в нашем материале. Как работать с сантехническими трубами, как варить различные металлы и как обвязывать арматуру. Обо всем об этом можно узнать на строительной выставке. Ну а о ней расскажу уже я, Евгений Коньков. Блокада Ленинграда длилась 872 дня. Это были самые тяжелые времена в жизни миллионов наших соотечественников. Но даже в тот период жизнь в городе не останавливалась. Работали предприятия, школы и другие учреждения. Об увиденном вживую юным патриотам рассказала участница блокады. Как прошла встреча, смотрите в нашем материале. Президент России Владимир Путин поручил администрации и правительству страны подготовить предложение по нацпроекту по воспитанию гармонично развитой личности на основе традиционных российских ценностей. Инициативы должны быть готовы к 1 июля этого года. Согласно проекту, нужно разработать программу воспитания детей на основе традиционных нравственных ценностей и патриотизма. Конечно же это важно, потому что, к сожалению, мы имели некий пробел в патриотическом воспитании нашего населения, в том числе молодежи, которые, к сожалению, мы пожинаем. Но тем не менее, сейчас, работая с молодежью, мы видим, что молодежь все-таки начинает понимать, в каком современном мире она живет, начинает ценить эти все наши нравственные, духовные ценности. Также президент поручил Росмолодежи внести предложение о вовлечении работающей молодежи в общественно-государственную деятельность, в том числе о привлечении к воспитательной работе в молодежных общественных объединениях. Представить свои идеи при реализации программы нужно к 1 мая этого года. Все 170 участковых избирательных комиссий на Сахалине и Курилах готовы к проведению голосования. На каждом участке для максимальной открытости установлена система видеонаблюдения с выводом трансляции в Центр общественного наблюдения за выборами президента России. Идет оформление участков информационными материалами. Будут завозиться в ближайшие дни бюллетени для голосования. Устанавливаются КАИБы. Это наши комплексы обработки избирательных бюллетеней, которые в первую очередь обеспечивают прозрачность избирательной процедуры. Завозится вся техника, которая необходима для того, чтобы выходили протоколы с QR-кодами защищенными, для того, чтобы, не дай бог, не было никаких подозрений. Председатель областного избиркома сообщил актуальные данные о ходе досрочного голосования. На сегодня свой конституционный долг выполнили свыше 7 тысяч избирателей, в том числе и те, кто находится в труднодоступных местах и на судах в плавании. Проект осторожно фейки и провокации запустили в островном регионе. Основными помощниками будут киберволонтеры, добровольцы будут заниматься поиском противоправного контента в сети интернет и содействовать формированию безопасной онлайн-среды для жителей Сахалинской области. Реагировать на обращение людей для того, чтобы у людей не было никакого неудобства и проблем, связанных с полеизъявлением на выборах президента Российской Федерации. Сейчас, конечно же, мы уже с ноября месяца активно мониторим интернет-пространство на предмет выборов президента Российской Федерации, потому что это выборы ключевые для всей нашей страны. Напомню, выборы президента России пройдут с 15 по 17 марта. В этот период стоит быть особенно внимательными к распространяемой информации в сети интернет. Для поликлиник Углегорского района привлекут дополнительных врачей, приобретут современное оборудование для диагностики и лечения заболевания. Также дополнительно пригласят узких специалистов. Об этом губернатору Валерию Лемаренко доложил министр здравоохранения региона Владимир Кузнецов, который посетил городской округ с рабочим визитом. Первое, не хватает на сегодняшний день врача УЗИ, и этот врач УЗИ уже приехал один, сегодня он прибывает в Углегорск раз. Второе, один из врачей-терапевтов высказал желание переучиться на специалиста УЗИ, и мы приветствуем это, потому что доктор уже находится на территории. Владимир Кузнецов посетил строительную площадку в Углегорске, на которой возводят современную поликлинику. В медучреждении, соответствующем всем современным стандартам, смогут принимать до 700 пациентов в смену взрослых и детей. Сейчас на площадке трудится 80 человек. Строительство идет по графику. Учреждение начнет работать в следующем году. Участники боевых действий на Донбассе, удостоенные звания Героя Российской Федерации или награжденные орденами за заслуги, проявленные в ходе спецоперации, могут рассчитывать на единовременную выплату для покупки земли и дальнейшего строительства дома. Проект нового закона представили депутатам Сахалинской областной думы на заседании комитета по экономическому развитию. По результатам проведенного мониторинга, на основании информации, полученных от органов местного самоуправления, установлено, что земельных участков, оснащенных соответствующей инфраструктурой и пригодных для предоставления бесплатно в собственность на территории Сахалинской области, к сожалению, недостаточно. Депутатами эта мера социальной поддержки была поддержана единогласно. В ближайший четверг на заседании Сахалинской областной думы нет сомнений, что она будет принята всеми партиями Сахалинской областной думы. На данную меру социальной поддержки мы заложили в бюджет порядка 407 миллионов рублей. По подсчетам парламентариев на данную меру поддержки в регионе смогут рассчитывать около 2000 человек. Возможности современных строительных инструментов и технологий показали студенты Сахалинского техникума строительства и ЖКХ. В рамках выставки «Сахалинские традиции» на интерактивных площадках посетители познакомились с навыками армирования, плотницкого отдела, сантехники и сварочных работ. Только за один день мероприятия посетили около 500 человек. Евгений Коньков продолжит тему. В одном из залов исторического парка расположились будущие и уже действующие специалисты-строители и демонстрируют всем желающим чудеса прикладной науки. Иван Евдокимов с группой студентов Сахалинского техникума строительства и ЖКХ показывают, какими инструментами и какими материалами они могут работать по сантехнической части. Инструмент немецкий высшего качества. Цель ребят – показать молодежи, что зарабатывать можно не только в офисе. «Как это раньше было принято, то, что сантехник – это кто? Ну, это какой-то старенький дяденька, да. То, что сантехник сейчас, ну, чисто одетый специалист, который получает большие деньги, да. Вы, получается, мы можем работать как сами на себя, ну, или где-то в компании. То есть мы собираем уже довольно-таки дорогие системы». Группы школьников разбились по интересам. Анастасия Савельева видит себя в будущем строителем, возможно, сварщиком. Тут же на месте получила первый опыт работы с электродами. «Я думала, что там нужно прям впритык сварить, а там надо, оказывается, там, чтобы было расстояние». Еще одна площадка посвящена армированию бетона. Интересно, что арматуру не варят перед тем, как залить бетоном, а связывают стальной проволокой. Это дешевле и надежнее. «В местах точки связки арматура остается целостной, а в местах точки сварки она, некий шов, слабеет. И также возникает риск, что при динамической нагрузке, резко возрастающей, то место стыка, оно просто откалывается друг от друга». Основная цель выставки – привлечь интерес молодежи к строительным специальностям. «Для меня, конечно, это радостно, потому что мы понимаем, что наша отрасль, она планомерно обеспечивается кадрами, и мы будем расширять эту работу, вовлекать детей в эту профессию, поскольку сейчас это как никогда актуально». Сейчас островной регион является лидером по количеству возведенных квадратов, как жилья, так и социальных объектов. И специалисты нужны отрасли не меньше, чем бетон и арматура, а без них современное здание не построишь. Евгений Коньков, Алексей Исаев, телекомпания ОТВ Об инструментах содействия в трудоустройстве и формах обучения рассказали участникам стратегической сессии развития кадрового потенциала региона. Инициатором встречи выступило Агентство по развитию человеческого капитала. На встречу пригласили представителей работодателей области, среди которых крупные островные компании. «Собираться почаще, раз в месяц хочется, чтобы все-таки больше работодателей узнало о том, что мы существуем, тем более, что мы делаем это все на безвозмездной основе. И некоторые удивляются и говорят, зачем и как, но мы созданы для того, чтобы помогать предприятиям. Поэтому хочется, чтобы о нас узнало больше людей, было интересно работать, больше предприятий для трудоустройства, граждан, которые к нам обращаются». Итогом работы стратегической сессии стала обучающая программа, где все желающие смогли улучшить навыки деловой коммуникации. Такие встречи организаторы планируют проводить на постоянной основе. Сахалинские юнормейцы встретились с бывшей жительницей блокадного Ленинграда, которая сейчас проходит лечение в Сахалинском реабилитационном центре. Прямо в медицинском учреждении для этого организовали миниатюрный лекторий. Алина Достаева продолжит тему. «И 22 июня ночью в 4 часа утра танки перешли границу немецкие». Лариса Крылова с дрожью в голосе вспоминает день, когда началась война. Тогда она была трехлетней девчонкой, которая наравне со взрослыми пережила все тягости того времени. В блокадный Ленинград они с родителями попали случайно, ехали в отпуск. И на 872 дня этот город стал для них местом заточения. Женщины до сих пор отчетливо помнят бомбоубежище, в котором они прятались. Как одна через весь город ходила в детский сад. И особенно ярко помнит день, когда война закончилась. И над городом прогремел грандиозный салют. Великая Отечественная война оставила огромный след в душах тех, кто ее застал. И вспоминать и говорить об этом бывает очень тяжело. Сегодня старики остались одни. Для них важно общение. И высказаться, рассказать, как сегодня уже Блакайн сказал, я не могу вам рассказать все. Или не могла когда-то рассказать что-то. Сегодня, это уже по истечении 80 лет, она может донести это детям. Рассказать всю правду, то, что было когда-то, происходило с ними. Поэтому это очень важно для них. Общение. Общение с молодым поколением. Уже больше 60 лет женщина живет в Холмске. Сейчас она проходит лечение в областном реабилитационном центре. Активисты юнармии пришли проведать и поддержать пенсионерку. Такие визиты к участникам и свидетелям военных действий они устраивают регулярно. Это и беседы в непринужденной обстановке, и передача медикаментов, продуктов, помощь по дому. Часто ходим на мероприятия с волонтерами, с многими, кто приезжает к нам. С СВО у нас были мероприятия, встречи. Разговаривали, слушали. Если есть много информации, мы можем помочь им с чем-то. Допустим, недавно мы собирали подарки на Новый год. Недавно отправили. На 23 февраля делали открытки очень прикольные. Вот как бы так им помогаем. С особым восхищением ребята прослушали стихи Ларисы Яковлевны, которая является поэтессой. Большой блок ее творчества связан с блокадным Ленинградом. Алина Достаева, Константин Кендюк, телекомпания ОТВ. Недели по борьбе с заражением гепатитом С и распространением заболеваний проходят сейчас в российских медучреждениях. Какие действия предпринимать, чтобы вовремя предотвратить появление опасного недуга, и как распознать симптомы, мы обсудили с Ольгой Агафоновой, врачом Сахалинского центра медицинской профилактики. Запись беседы смотрите далее в рубрике ГОИ-студии. Ольга Ивановна, здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, что такое гепатит вообще в целом и чем гепатит С отличается от А и Б? Гепатит в целом – это воспалительное заболевание печени, которое находится в правом подреберье. Ее гепатит могут вызывать токсические вещества, в том числе и лекарственные препараты. Также могут вызывать жировые отложения, которые бывают при жировой дистрофии печени, чрезмерное употребление алкоголя и вирусы, которые вызывают гепатиты. В основном это 5 вирусов А, Б, С, Д и Е. Насколько заразен гепатит С и как человеку себя обезопасить? Конечно, это высококонтагиозное заболевание, которое передается через кровь. И маленькая капелька крови, которая незаметна человеку, может вызвать заболевание при попадании в его кровеносное русло. Поэтому считается, что заболевание широко распространяется и вызывает поражение печени. Если мы говорим о видах А и Б, они каким образом передаются? Гепатит А передается в основном алиментарным путем или водным путем, контактно-бытовой путь. То есть с пищей, с водой, при контакте с больным человеком. Гепатиты С и Б – это такие вирусные заболевания печени, которые передаются только через кровь. Этим они отличаются от гепатита А. Между собой также отличаются гепатит С и Б. Чем конкретно? Гепатит С, если его лечить, выздоровление наступает практически в 100% случаев. Гепатит В можно только перевести в стойкую ремиссию. Как человек узнает, что у него гепатит С? Ну, во-первых, нужно заниматься своим здоровьем. Если человек настроен на здоровье, он будет следить за тем, что происходит с его организмом. И при возникновении определенных симптомов можно обратиться к врачу. Но чаще всего таких симптомов нет. И если у тебя была какая-то нештатная ситуация, где-то ты погрешил в быту, при контакте с людьми, понятной ситуации, то необходимо обратиться и сдать анализы на гепатит. Как часто следует сдавать анализы и куда обращаться? Если произошла такая нештатная ситуация, анализ сразу сдавать не нужно, потому что инкубационный период до 6 месяцев бывает при гепатите С. То есть через несколько недель, обычно так через 6 недель, нужно прийти в лабораторию и сдать кровь на гепатит. Может ли человек почувствовать как-то развитие заболевания самостоятельно? И какие симптомы свидетельствуют о том, что наступило заболевание? Гепатит С – это такой ласковый убийца, когда не чувствует человек заболевания. Только в редких случаях может быть слабость, головные боли, подташнивание. Это может насторожить. Но эти симптомы бывают же и при других заболеваниях. То есть все равно нужно следить за своим образом жизни. Это больше подскажет человеку к тому, что нужно обследование пройти. Но также, естественно, это диспансеризация, медицинские осмотры. Если врач увидит симптомы, похожие на развитие гепатита С, будет предложено обследование на выявление антител. И дальше уже зависит тактика от врача. Сейчас это заболевание, как я уже говорила, излечивается. Трехкомпонентные безинтерфероновые системы, вирусными препаратами. Какая-то, может быть, диета рекомендованная или какие-то общие рекомендации? Как предотвратить заболевание? Ну, самая главная рекомендация – заниматься здоровьем. Почему гепатит С и есть случаи самоизлечения? Это благодаря иммунитету, своему иммунитету. Если заниматься здоровьем, иммунитет будет высокий, вполне возможно, что вы придете, сдадите анализ крови на антитела, даже если у вас была какая-то ситуация, и вы получите отрицательный результат, потому что ваша иммунная система справилась с этим вирусом сама. Во-вторых, это, конечно, посещение маникюрных салонов, педикюр, косметические салоны. Только те салоны, которые имеют лицензию на проведение таких процедур, где вы уверены, что инструментарий будет обеззаражен, поскольку у них есть лицензия, и они в этом отношении грамотны. Но советуем сейчас наше время. Гепатит С вообще-то по России растет. И поэтому рекомендуем в ненужных случаях избегать манипуляций таких, как то, что я перечислила, особенно пейсинг, косметические некоторые процедуры, лучше избегать. Ольга Ивановна, я благодарю вас, что вы пришли к нам сегодня в студию. Всего доброго, до свидания. Спасибо вам. Выступление воспитанников музыкальной академии Ларисы Долиной увидят жители всего островного региона. В конце марта зрители ждут как целые концерты, так и отдельные номера на праздничных мероприятиях. Составить график культурных событий на 2024 год для всего региона поручил Валерий Лемаренко. Программа для Южно-Сахалинска сделана очень богато. Просто, скажем так, вдвое лучше, чем когда-либо. Это просто, ну, то есть мы становимся царицей искусства. На год вся эта афиша прописана. Все, я хочу, чтобы была прописана афиша на год в каждом районе. Кроме того, зрители в районах ждут некоторые спектакли Чехов-центра и Сахалинского театра «Кукол». Среди них комедия «Положение чужой ребенок» и детский спектакль «У Ковчега-8». Островные школьники создали несколько проектов современной бытовой техники. Чертежи и прототипы роботов-пылесосов разработали на базе технопарка «Кванториум». Мероприятие прошло в рамках конкурса. Профессионалы команды, победившие в региональном зачете, отправятся на федеральное первенство. Мой коллега Владимир Ильин пообщался с юными инженерами и узнал все подробности. Участник из Корсакова Родион Данилин, пока его напарник сверяет чертежи, работает с заготовкой. В компетенции по моделированию пять команд, в каждой по два человека. За определенный промежуток времени ребятам необходимо создать с нуля прототипы современной бытовой техники. Сейчас я делаю аварийную кнопку для робота-пылесоса. В здании было сказано, что надо обклеить ее специальным материалом. Компетенция – адаптивное производство, 3D-моделирование. Ну, то есть, допустим, 3D-моделирование – это, наверное, самая малая часть, которую надо сделать, большая часть – инженерная. То есть, допустим, как сделать такую кнопку, которая будет включаться и выключаться. Экспертам предстоит оценить дизайн и качество исполнения, проверить кнопки, колеса, корпус. Все механизмы должны работать и выглядеть согласно чертежам. Я моделировал более сложные детали, а мой сокоманник, он мне очень сильно помогал. Он смотрел за 3D-печатью, чертежи делал. Конкурсанты работают с помощью современного оборудования. Первенство по компетенции проходит в технопарке Дальневосточной железной дороги. У нас проходят до конца марта региональные этапы по различным компетенциям. Насколько я знаю, в Сахалинской области их 85. То есть, на данный момент, с конца февраля, начало марта, это был старт. И сейчас ребята в регионе соревнуются, соответственно, определяются победители лучшие, которые в конце месяца будут объявлены на закрытие регионального этапа. Параллельно островные школьники соревнуются и в других дисциплинах. Моделирование беспилотных летательных аппаратов, проектировка зданий, программирование. Лучшие в своих направлениях отправятся представлять регион на федеральном уровне. А кому улыбнется удача, те смогут пройти предварительное собеседование в крупнейших сахалинских и российских компаниях. Владимир Ильин, Константин Кендюк, телекомпания ОТВ. Всего несколько дней остается до старта голосования за объекты в рамках проекта формирования комфортной городской среды. В областном центре это 8 территорий в нескольких районах центральной части города, в Хамутово, Новоалександровске, Владимировке и Дальнем. Волонтеры активно раздают листовки жителям для ознакомления. Сахалин сейчас как раз позиционирует себя как туристический остров. И конечно, чем больше будет таких мест, которые будут притягивать взор, где люди могут отдыхать, проводить время, безусловно, это положительно скажется, но в целом вообще притяжение туристов к нашему острову. Ну в целом, конечно, город меняется к лучшему, это заметно. На протяжении уже последних 10-15 лет город изменился до неузнаваемости. Намного стало лучше, красивее. И то, что такие инициативы проходят, это только радует. Ознакомиться с проектами можно на сайте администрации города. Голосование пройдет с 15 по 17 марта. Включительно сделать это можно в специальных пунктах. Узнать адрес ближайшего можно на сайте национальных проектов страны в разделе благоустройства. Декада Всероссийского зимнего марафона «Сила России» подходит к завершению. Во всех уголках страны провели различные спортивные мероприятия. Больше двух десятков состоялось и на Сахалине. Накануне в спортзале Политехнического колледжа Сахгу для детей-участников СВО провели открытую тренировку по смешанным единоборствам. Спортивный зимний марафон «Сила России» стартовал во всех регионах 13 февраля. В него входят фестивали, конкурсы, мастер-классы и открытые тренировки от известных спортсменов. Сегодня детей-участников СВО впервые знакомят со смешанными единоборствами. Если понравится, смогут развивать свои навыки и дальше. Открытую тренировку в спортзале Политехнического колледжа САГУ устраивает победитель дальневосточного турнира на Кубок мэра Владивостока. По данной дисциплине ММА, мастер спорта по боксу, военный тренер по рукопашному бою Рашид Агаев. Он продолжает дело своего знаменитого дяди, чемпиона мира по грэплингу Явера Меджидова. Левой рукой мы всегда работаем, надорабатываем, отвлекаем соперника, а правой рукой уже отключаем. Успех атаки или контратаки во многом зависит от правильного сочетания ударов. В этом плане эффективны в стойке два последовательных прямых джеба левой, а затем правой рукой. С этого и начинается первая учеба бойких ребят. Постепенно и к апперкоту подбираются. Смешанное единоборство там уже включается все виды спорта. Руки, ноги, борьба, болевые приемы, колени и так далее. Поэтому, я думаю, смешанное единоборство лучше всего. То есть они дают отправную точку в любые виды спорта? Да, да, да. Смешанное единоборство, прям нравится. Тренер хороший, все объясняет. Известное выражение «большой мастер тот, кто идеально умеет выполнять простые приемы» сегодня хорошо усвоил и Максим Абрамов. Я хочу этим заниматься. Пока мой папа на СОО, я буду защищать своего брата, младшего, сестру, маме помогать. Ну и в учебе не отставать. Теперь юные спортсмены будут тренироваться бесплатно три раза в неделю. Новые возможности перед ними и открывает марафон «Сила России». Мы понимаем, насколько важно поддерживать защитников Родины, поддерживать их семьи. И вот такой скромный вклад Федерация Грепплинга на площадке Политехнического колледжа готова внести в это общее дело. К проекту планируют подключиться кикбоксеры, бодибилдеры и другие спортфедерации. Финишная точка марафона – 17 марта. В нашем регионе его участниками уже стали чуть больше трех тысяч островитян. Игорь Антипов, Алексей Исаев, телекомпания ОТВ. Я напоминаю, эти и другие новости вы можете посмотреть на нашем YouTube-канале ОТВ «Схалин», также на сайте нашего информационного агентства «Сах.онлайн» и, конечно же, в социальных сетях. Я прощаюсь с вами. Всего доброго и до встречи. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»